Доброго времени суток всем дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Кодханда Каспер и мы продолжаем смотреть доту. Да, та самая дота, которая в бете. Ну уже нет, там же вот эта весенняя чистка. Весенняя чистка беты? Ну ладно, хорошо. Да, в общем, LC против Spirit и вторая карта 1-0 Spirit и введут. Давайте, наверное, будем уже наблюдать за драфтами, потому что там начинается самое интересное. У нас баня Медведь, Бруда вновь от Spirit и вновь ОД и Земеля от LC. Что будут забирать? Будут ли отдавать виспа? Я бы на их месте прямо сейчас пикнул виспа. Неважно, играют они с ним или нет. Просто, чтобы он не достался Spirit. Spirit могут вообще сейчас какой-то там Чен Висп замутить и все, и поехали. Ну, я не знаю. Ну, Лондон конспирессия. Соберитесь, потому что предыдущая игра показала безидейность какую-то. Да, просто безидейность. Пит вроде бы даже не особо проблемный был. Мы замечали, что можно там понапрягать линии, что-то поделать. В итоге абсолютное бездействие, абсолютная пассивность. Инвокер в миде умирает пять раз. О, они забирающие, да? Не, я просто говорю то, что забирают виспа. Все правильно. Ну, виспурил он, да. Так же, как в прошлой игре. Мы не будем бандить, потому что у нас нет банов, мы возьмем пиками. Я о чем хотел сказать. Ну, даже вы чувствуете то, что ваш Свен на лейне с думом или чем, не может ничего получить. Ну, отправьте его к Фуриону. Ну, свапайтесь лейнами постоянно, заставляйте двигаться и так далее. Ну, типа в лесу ему обеспечите нормальный фарм, хотя бы там, да, дайте ему пару уровней, пусть он купит себе маску первую и подсоситесь, там, помогайте ему как-то этим заниматься. То есть в итоге Бэйн ничего не сделал, Баунтихантер сделал средненько все, и получилось все кисло в итоге в этом уравнении. Так, и второй пик. Средненько на плохенько дает кисленькое. Да, примерно так. Ну, что видит этого виспа, можно забрать себе, конечно, хотя зачем, ты Тинни еще забанить успеешь. Под Чена, 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 ну, Саммоны, еще больше Саммонов, Мишка в бане, Фуриона забрали. Можно, конечно, всегда Ликантропа кого-то взять. Да, бисмастера сейчас пока забирают ЛС, тоже вполне ожидаемый герой. Ну, и опять, стадия банов начинается самое интересное. Вторая стадия банов под виспа. Какого из четырех героев они оставят сейчас? Давай-ка подумаем. Двух точно оставят. Хотя, подожди. Цикатини, Свен, Урса. Только трех могут уничтожить. Я говорю, вот одного из четырех. Цикатини, Свен, Урса. Ну, против, Урсы уже пробовали, надо другого, типа Урсу. Давайте типа Свена отдадим. Банти, Урсу, Инвокер, это не входило в те планы. Инвокер не входит. Возможно, до них дошло, что бесполезно банить трех героев, если ты все равно одного отдаешь. Они как искусственный интеллект, они сейчас будут смотреть. Чем больнее, типа, сейчас. Ага, с Урсой нас смели за 19 небольшим. Что будет, если им оставить на выбор четырех героев? Вдруг они сами растеряются. Да, Тинни. Ну вот мы уже и 40 минут продержались, значит, Тинни послабее играет. В следующий раз мы не можем. Но тут попыток не так много, знаешь. Встреча не последняя между ними, я думаю. Турьеров-то много еще впереди, Роман. Можно прийти к наилучшему варианту спустя пару лет. Ну, в принципе, да. И убирают Зевса. Они собираются заходить на рампу, причем, скорее всего, делать это очень-очень рано. У Спиритов, даже несмотря на то, что Фурион и Висп, это два очень плохих героя, если к вам заходят на рампу. То есть Фурион, он при более-менее нормальном затаре способен сплитить качественно. Но от спама никакого нет, то есть контратаки никакой нет, ничего пока нет. Поэтому сейчас Спиритам нужно продумать этот маневр. Если ЛС сейчас заберут действительно какого-то условного Ликантропа себе, это будет уже очень больно. Вот Спирит забанили Баншу, все правильно, потому что она бы усилила только этих двух героев. И усилила бы общий пуш. И сейчас, вероятно, появится еще какой-то герой, который бы очень мощно усилил. Вот я бы Ликантропа, либо Пугну убирал сейчас. Не хотел бы я их видеть здесь. Ну, в плане Пуш с ними усиливается очень-очень круто. Давайте. Ну, все верно, все верно. Сейчас поглядим. Ликантропа. За Пугна я тоже уже, кстати, соскучился. Сейчас посмотрим. Дизраптор убирают вот так вот. Интересненько. Не, ну, ничего странного нет в этом герое. Логично, да. Ну, Тинни появляется. Висп Тинни. Просто я думал, что все-таки они действительно будут пытаться отбиваться как-то от Пуша. Но они, видимо, решили, что Банбанши этого более чем достаточно. То есть, Висп Тинни. Хорошо. Сплит у Спиритов неплохой. Ганги неплохие. Но для Сплита нужны артефакты. Тинни нужно много артефактов. Очень. Фурену чуть меньше. Не, но это для Сплита нужны артефакты. Ну, я про Сплита говорю. Для битвы 5 в 5 морда в морду не обязательно много иметь. Достаточно обзавестись какими-то барабанными даггером. И Виспу какой-то урной ботлом. Ну, да. Если он тебя со спины будет прикрывать. Плюс-минус так и есть. Ну, что же, Эл-Си. Эл-Си. Ну, возможно, какая-то Венжеву Спирит бы смотрелась неплохо, если вы собираетесь давить. Венжеву Спирит может действительно неплохо. Ви-Доктор. Ви-Доктор. Я тоже пойдет. Рестарейшн. Да, да, да. Я Джиггернаута сейчас забрал им четвертым пиком. Джиггернаут мне здесь очень-очень нравится. Конечно, его себе сейчас Габлаг не заберет в качестве керри. Хотя нет, ему Джиггернаут не особо заходит, потому что здесь есть чен. Чен с умонами, бестмастер с умонами пробить омнислэшем весьма трудно. Да, будет почти невозможно. А что другое? Может быть, Сларк какой-то? Кому? Кому Сларк? Куда Сларк? Team Spirit там Сларк. Ну, а чё нет? А чё он там сделает? Да просто выбегает. Нет, так он в этом мясе просто утонет. Он не сможет драться. Это примерно как Баунти Хантер будет бегать просто рядом. Типа такой, ой-ой-ой, я сейчас как прыгну. Там, мне наоборот, кажется, с БКБшкой его вообще не остановить. Он сгрызет всех. Ну, её надо доформить, надо дожить до неё. То есть, тут много факторов. Ты можешь просто не дожить до этого момента, когда у тебя будет БКБшка. Ты не сидел там в оркестре на мажоре? Я нет. На духовых. Я в это время на комментаторской сидел и комментировал этот оркестр. А я сидел и википедию листал. В попытках узнать, что происходит на сцене и кто все эти люди. Думаешь, кто вам информацию давал? Ты интереснее проводил время, чем я. Зинтервивер на вторым саппортом появляется. Ну, хорошо. Не, ну, отспам от неё неплох, но против этого хила. Вот смотри. У тебя есть Чен. Мека. Хил. У тебя есть Вич Доктор. Воду Ресторейшн. Воду Ресторейшн. Никакого пока... Так вот сейчас появится что-то. Я думаю, что появится, скорее всего, Джиггернаут. Ну, он вписывается в этот пик лучше всего, как мне кажется. И пятым пиком Соломида Паришин. Или Керри Апаришин. Нет. Ты не угадал. Это может быть, конечно, Керри Квапай пятым пиком. Не, я про Спиритов говорю. Где Апаришин? Где? Почему этого нет персонажа? Тут, очевидно, уже два героя с хорошим хилом, плюс Мека. И вы не берёте аппарата. Не знаю. Может, не играет никто на аппарате? Тяжёлый герой, конечно, ничего не скажешь. Я могу у Гайда, Гайду Лила взять, показать, как играть правильно на аппарате. Ну, ладно, тут немного другая ситуация. Да, Джиггернаута забанили Спирит. Верно намекал, что Джаггер может появиться. Да и я с тобой соглашусь, что Джиггер действительно мог бы появиться. Ну, третий хилл это был, потому что, конечно, перебор. Аппарата-то нет. Так, закантрим. А вместо Джиггернаута кто может появиться? Да, тут вообще кого угодно сейчас можно брать. Ну, желательно тот, кто поможет пушить. Может быть, может быть, это даже будет Дроу Рейнджер. Это мог бы быть Гирокоптер, но его почему-то сами ЛС забанили. Возможно, потому что у Спирита в первый пик, в последней стадии. Дровка гипотетически, да. Неплохо. Может, это будет вообще Керривинга какая-то. Она, кстати, тут неплохо себя будет чувствовать. В общем, да. Ну, ее тут никто ничего не делает ей, этой Керривинге. Атака спид есть, подхилл есть, есть клопа, мека будет. Ну, да, да. Она неплохо смотрится, она армированная. Плюс она у Тинника урон срезает просто в мясо, если она будет умирать первая. Это плохая затея, что твой Керрив первый умирал. Не, ну, даже если она будет первой умирать, или там одной из первых, то у Тинника урон будет вырезаться в мясище. У меня Керривинга тут очень импонирует в действительности. И стоять против Фуриона она тоже хорошо стоит. Ого! Кентавр Варронер, который будет играть без Даггера. Смотри, короче, сила, интеллект, сила, интеллект, сила. Все логично, все логично. Хорошо, а там интеллект, сила, интеллект, интеллект, сила, сила должна быть. Да, да. Сушествого героя нет. Где все ловкие герои? Давайте Керривинга. Блин, она действительно тут очень круто выглядит. Ну, она ловкач. Она не вписывается. Ну, да, я думаю, что можно перешагнуть через свое эго. Не надо никуда перешагивать. Спокойно берите силовика. Слардар. Ну, нет, Тинни нечем убивать. Нужен урон какой-то. Я не говорил, что он должен убивать Тинни. Я говорил просто Слардар. У тебя с дром Туретта или как он? Рандомные слова выскакивают. Рандомные герои посреди карты. Ну что, 10 секунд. Кстати, очень много времени потратили на пик. 4 секунды оставалось у Габлака. Бристалл Бэк без виспан. Тоже пойдет, тоже пойдет. Ну, знаешь... А чем его фокусить здесь? Синий Сильвер Эйдж после Шадоу Блейда. И просто ломают ему кабинет его. Ну, в идеале, да. Даже фаник Сильвер Эйдж. До этого до всего нужно дожить просто. Нужно доживать. А вас могут задавить чуть-чуть пораньше. Ну, не знаю, насколько хорошо умеет обращаться с Бристалл Бэком. Действительно, без виспа мне этот герой не очень сильно нравится. Но он и без виспа достаточно силен, если с ним правильно обращаться. Не гладить против шерсти? Именно так. Потому что не получится Бристалл Бэка гладить против шерсти. Вы гений. Кстати, при использовании выражения ежу понятно, можно суваться на Бристалл Бэка. Потому что он-то практически и есть тот самый еж. Ну, тут он так на ежа не особо похож. Малый колючек, соглашусь. Это какой-то наногорбун. Не знаю. Ладно, давайте пройдемся сразу по героям. Поглядим, кто на ком. Это London Conspiracy, Соленвич, Доктор, Джеллопай, Бристалл Бэк, Бэйби Найт, Куин оф Пэйн, Бивер Чен и Кевка, Бист Мастер. Да, ну и команда Team Spirit. Габлак будет играть на Винтер Виверни или Дан. Кентавр Варранер, Айсберг будет исполнять на Тине. Always Wanna Fly. Висп и Фаник на Фуриончике. Да, Фаник вновь на Фурионе. Пока не боятся Фаника, а даже дома Фуриона постоянно. Что-то не впечатляет, возможно. Но в целом я бы не сказал, что Фаник играет на нем плохо или фидит, или еще что-то делает. То есть фидит не больше обычного. Это нормально. Не больше обычного Фаника? Не больше просто обычного. Не больше обычного Фаника, это уже так, на грани. Фаника, я помню, вот этот Агент 070 на Легионке. Ну не пошло. У всех бывает, Роман. Да я понимаю это прекрасно, поэтому я не особо наезжаю. Я говорю, что это было лишь однажды. А потом знаешь, вот эти скриншоты. 010, та же Легионка. 05, тут бац, бац. Да, да, да. Это скриншоты с айдишниками. Ладно. Начинается у нас игра. Руна нижняя достается айсбергу, верхняя достается квапе. Все очень ровно. За исключением одного эпизода. То, что квапа, она мертвая в миде, если ей не помогает стоять против Тинни Виспа. Она просто на прокаст стоит. Вот тупо на прокаст. И ситуация из прошлой игры может повториться. Во-первых, ситуация с вардами из прошлой игры повторяется. И, кстати, вновь Радиант видели этот обсервер, потому что у них просто раньше стоит. Потому что это маленькая традиция. Ставить там вард? В одну и ту же точку. Возможно. Возможно, они же не думают, что мы такие упоротые два раза вард в одну точку поставим. Клац. А Висп идет со вторым центряком, и он его сейчас опять поломает. Достал? Достал, достал. Причем, смотрите, как еще занычкал сентряк. Ой, его еще и съел Тинни, и у него сейчас с хп вообще проблем не будет. Ну да, да. Вот этот долгий тангус. Ну и все. У Бэйби Найта начинаются проблемы с этого момента. Как только Висп появляется в центре, если у тебя уже нет ботла, у тебя все плохо. Несет он себе хилинг селф, понимает, что без нее ничего не получится. Подходит Тинни, наоборот. Все очень просто. Да, хорошо. Ты сейчас выжил. У тебя осталось 50 хитпоинтов. Просто слава богам. Конечно, был еще там фэйрифайр, но он его почему-то даже не нажал. Возможно, считал, что 100% оттуда улетит. Возможно, он закупался в этот момент уже. Тпшечками? Тпшечками. Ну, в целом, Квапа там просто умирает, и ей нужна помощь. Это Тинни еще второго уровня был. Сейчас он апнет третий, и у Квапы такого прироста хп не будет с каждым уровнем, как у Тинни дэмэджа. Поэтому, извините, на четвертом Тинни шансов ей вообще не оставляет. Да, Вич-Доктор, смотрю, тут занят отводами. У него, кстати, получилось сделать отвод. Этот пенек, он просто агрессирует. Надо его забирать. Надо его срочно забирать. Да, его получилось забрать. И Квапы все-таки уходят в лес. Вообще, Фанника тут должны убивать по кулдауну. Бристол вместе с Вич-Доктором. Но уже, наверное, уровня с третьего. До третьего уровня Бристол бы ману немножко подкопить. Манга у него, естественно, и есть. Но все же лучше перестраховаться. Да, он очень пригодится, этот манга. Аркейн Руну на ботами достается на Бистмастеру. Пошли вот эти сразу кабанчики за 9 маны. Блин, это такая халява. 9 маны просто. За кабана? За кабана, да. Но Аркейн Руна творит чудеса. Да, ну Джулопай пока немножко подставляется под Фуриона. Ты ешь ты, тангусы, чувак. Риген, с тебя сейчас под вышку лезть за этим Фурионом. Возможно, он не собирается. Подожди. Почему ты говоришь, что ему делать? Он игрок. Он сам решит идти ему под вышку. Извини, я забыл. Забыл, с кем я имею дело. Не забывайся, пожалуйста. Это все-таки игрок. Игрок, а ты комментаторишка. Извините. У нас там Бистмастера пытаются убить. Кабан вгрызается в Кентавру, но Кентавру догоняет. И он его, по идее, все равно не убьет. Не, не убивает. Не убивает. Там Фейри Фаер еще пошел. И если бы сюда прилетел Фаник, может быть... Он собирался. Я вот слышал этот хруст. Да, я хруст слышал, а Фаник и не видел. Это нюанс. Да, ну и что там? Висп возвращается в миддл. Да, Герк, получается. Айсберг присыпали Бэби Найта на вес. Ну, опять сейчас уйдет на лоу ХП. Ну, естественно, естественно. Но сейчас к нему хотя бы уже Боттл успел приехать. То есть до появления Боттла его там не убили. И это замечательно, естественно, для Квапы. Единственная проблема то, что у Тинни опять фуллмана. И рассказ будет готов через 3 секунды. А у Бэби Найта Боттл уже не полный. И ХП тоже. Ну да, 500 хитпоинтов. Причем он сейчас прожимает Фейри Фаер. Если прямо сейчас нападут, может просто не закончится кулдаун. Квапа упрыгивает. Тратит блинк. И 14 секунд она сюда вообще не подойдет. Все плохо, в общем. У Квапы 12 крипов, 17 у Тинни. Не, ну она еще вскоре пополам крипится, да. Но это закончится совсем скоро. То есть это только вопрос времени, когда Тинни доберет все эти уровни. Сейчас Висп еще идет на верхнюю руну. Забирает ее. Если там какая-то годная руна. Либо если получится вдруг у Чена, например, эту руну отжать. Будет замечательно. Висп с Ченом начинает здесь воевать. Чен понимает, что он в не самой лучшей ситуации. А тут еще и регенерация появляется. Просто великолепно. Баунти руна достается Бэби Найту. Бежал Кабан. Я уже думал, что он сейчас сделает этот выстрел. Я бы в слезы просто упал. Не знаю. Как и Квапа. В конвульсиях там живет. Как и Квапа. Только у меня были бы слезы смеха. У него слезы горя, возможно. Навес. И отгоняют. Там руна Рейгена. Да, наверное, то, что айсберг становится моментально фуловым. И по мани, и по хп. Да, 8 секунд до второго прокаста. И у айсберга, правда, пока еще там уровень 4. Квапа на левел обгоняет. Но сейчас, если она появится в зоне видимости, пока, правда, ночь. Поэтому Квапа не особо суется. Вот он айсберг ее уже видит. Слишком долго думал. Не знаю, почему так медлил. Фурион. Пятого уровня, кстати. Скоро еще один помощник появится на карте. В плане того, что даже ультимейтом удаленно. Аутсорсер? Аутсорсер, да. Так это и называется в нынешнем время. Фрилансер-аутсорсер. Квапа у нас в центре. Пытается хоть как-то просхарасить Тинни. Но это бесполезно делать вновь. Это просто лишнее увлечение для виспа. Знаешь, обычно виспу скучно. Смотрит Тинни расхарасили. Ну ладно, пойду подригенимал. Ничего страшного. 6, 5, 4. Да, Вывина тоже в голове, видимо, считает. Но там Чен выходит на топ. И сейчас будут убивать Фаника. Фаник на фейзах. Вообще он очень быстрый. Но там есть Пурдж. Там есть фруты. Фаник. На самом деле он, по-моему, даже не заметил этого кентавра, который сделал полный заход из-за вышки. Да, ну, ФБшку организовали. В принципе, неплохо. Там, кстати, Квапу убили в это время, но... Чуть позже, чем убили Фаника. Да. Там вышку снесут, кстати. Всем этим движелым можно снести тавр. Есть вуду ресторейшн второго уровня. Правда, маны вообще нет. И решают отступить. Ну, как бы, пак крипов еще подошел. У вас здесь трое, можно было и... Просто руками побейте. Там автоатака, я видел, вот 67, вот эти все циферки, они... Фаник, Фаник, Фаник залетает. Пошли пенечки, бьет Кевку. Нельзя закрывать спруты. У него пока есть еще топоры. А, и вот так его просто затоптали через кинтавр. А вот теперь можно спушить. Вот здесь спушь будет намного уверенней. Эти пацаны точно не останавливаются. Но там тоже с другой стороны ребята пошли дальше. У нас в миде опять умирает Квапа. Где-то я это видел. Повтор? Пацаны, это повтор. Пацаны, это повтор. Хорошо. Пойдет тавр, дефтил. Понятное дело, что никто не пойдет. Здесь мобильных героев не так много. Есть тп. Вот сейчас, возможно, даже метнет топорики. Задел Иллидана, но кинтавр как-то не особо это на себе ощутил. Так, отмахнулся. Обидно, Фрёну 4 экспы не хватает до левела. До шестого. Но Бристалбек тоже нормально запаковывается. Совсем скоро у него будет Вангвард. В дальнейшем, скорее всего, Кримс Вангвард. Пошел Паникова растыкивать. Получает шестой угры. Паник, кстати, с фейзами и двумя робами очень больно бьет пока по Бристалбеку. Если у того щитки там не срабатывают. Ну, щиток, в смысле. Ну, Тун Вангвард. Тун Вангвард у Кентавра. Через 20 секунд уже будет ультимейт. Можно будет опять забежать на какую-то Квапу и по шустрику ее уработать. А Квапа говорит, пацаны, я минуту назад Тинни обгоняла по левелу, а сейчас он больше меня. В чем проблема? Что я делаю не так? Тинни растет с левелом. Во всех смыслах, кстати. Да. Ну вот, Квапа, 1800 на Творсом. Тинни 3 900. Сейчас выход на айсберга. Да, я думаю, он клал вообще на этот выход. Собственно, как и на Квапу. Он сейчас просто убьет. Навес. Минус Квапа. Так тут... А, ну вот это, кстати, неплохо. Даблкил от Джлопая. Залетает сюда Фаник. Фаник. Пошли привки. Дотыкает ли хотя бы Чена. Дотыкал Чена. Оказывается, по ту сторону бригады. Что это было? Как он там оказался? Ну, возможно, он закрывал... А, подожди. Так он вначале внутри, кажется, был. Да, так и было. Ладка. Ну, это фича. Это новая фича. Выталкивание из спрутов называется. Но, в итоге, Бристалл очень жестко подфармил. У нас, кстати, внизу еще нападают на Эллидана. Будут... Что тут будет? Что вы хотите? Вич-доктор увидел, на кого он прилетел сейчас. И просто понял всю свою ошибку. Ладно. Его, конечно, тут... А, ну, он, видимо... Погоди. А почему раньше ты это не делал? Возможно, дождался окончания кассы. Чтобы Фаник там замахивался. Или Дану ушатать. Потому что тот был под дайгером, но не решился. Я еще не настолько прижился в этой команде, чтобы такие финтеля выкидывать. Вот хвоста можно было. Меня бы точно не кикнули. Эллидан новый, да еще и анимешник. Может и не понять. Сейчас начнет это... Хадукина раскидывать. Да. Сейчас просто все анимешники начали в меня плеваться. Это учим отчасть. Чен. Да, она запрыгивает на паник. Паник. Это тоже делает тапаут. Ну, он правильно все делает, потому что сбить тапаут ему нечем. Урса подошла. Она вроде и готова клапнуть, но клэп не дает баш эффекта. Поэтому извините. Сорян. Хэштег сорян. Хэштег сорян. Тини совсем скоро будет с блинком уже. Восьмой уровень у него есть. То есть прокаст уже очень недурной. Сейчас еще левел 9, чтобы четвертая валанч появилась. И все. И квапа. Ну квапа уже сладкая булка. Релокейт на топ. Релокейт на топ. Да, нашли чена. Пошла месть. Просто своим же кентавром. И хорошая валанч. Слушай, ну каски, каски должны сейчас будут убить хотя бы одного. Действительно. Айсберг пытается убежать. Ловит еще и нож в спину. Есть тос. Отбрасывает тос, но там захил. Есть. И айсберг улетел на 33 хитпоинта. А там, кстати, Джлопая разминает здесь сейчас Виверну. Кстати, фаник, мне кажется, сейчас немного рискует по факту. Потому что ему могут сделать пару тычек. Интересно, куда бежит Иллидан? Иллидан бежит. Я думаю, дальше тоже может. Да, да, все норм. Сейчас нагонишь. Дистанция 100% сокращалась. И вот это лучший круг. Да, да, да. Так, ну слушай, Бристалл решил что себе. Слетать на базу. Слетать на базу не решил. Это Чен решил, что Бристалл хочет слетать на базу. Давай будем честны. Честны, да. Бристалл мог и не хотеть этого. Вот он, блин, на Тинни. Теперь жертвы а-ля Вичдоктор и Квапа будут активно искаться. Вичдоктор 636 хитпоинтов. Квапа 807. Тоже немного больше. То есть Тинни это действительно на один зубок. На один прокастик. Кстати, можно задам тебе один вопрос? Ну, давай, давай. Попытаюсь на него ответить. Максимально вдумчиво. А где Биверна? Так, у нас тут в Миде Вичдоктор умирает. Не успел, кстати, кинуть каску. Но тут Тинни может погибнуть. Нет, нет. Улетели с Релокейта. А команда стянется? Ну, вроде ты один. Фурион в команде. Можно полететь. Ну, вообще можно подраться, я думаю. Да, ну, я думаю. Ничего страшного в этом нет. Ну, смотрим. Сейчас. О, говорят, Чен пришел. Давайте ее убьем, говорит. Или Квапу. Ну, хоть кого-то. Неплохо. Ну, погибнет при этом Флай, конечно же. Так, на самом деле, на Флай это здесь, по большому счету, по барабану. Отлично отбрасывает назад сейчас Тинни. Сейчас подойдет еще Чен. Еще и сам здесь умрет. Габлак. Наверное, пора бы закрыться немножко. Нет, он пока решил откинуть ульт. Закрывается. Замечательно. Выживает. Артур. Сколько кентавров уже погибло, приземляясь? Слушай, вроде дерутся даже. Иллидана могут забрать. Могут забрать. Иллидана, Иллидан. Беги. Иллидан, нажимай стан. Иллидан все сделал, но слишком поздно. Айсберг через секунду. Эваланч. Через секунду. Эваланч. Нет, не тратит пока. В лицо ему насыпать. Насыпает, но не совсем в лицо. Спину насыпал. Здесь уже снова Соник. Вейп от Квапы. Флай подставляется. Каска в него залетает. Будут его дотыкивать. Наверняка с руки. Будет совсем скоро. Спаник понял, что ему не место в этой вакханалии влетел. Я, честно, не совсем понял, что за хрень сейчас была у нас на экранах. Ну, понятно, что делали Илси. Им уже нечего терять. Они просто пошли до конца. Их брестолбек очень сильный, которого не могут установить. 6.03. У него уже готово Сенш. У него скоро будет готово Си. Если, конечно, это будет Си. Но, скорее всего, это будет Си. Скорее всего, Си. Да, да, да. Просто для банального мувспида, атакспида лишним не будет. Нет, она тоже скоро будет готова. И пока мы видим, что Тинни с ним не справляется. Он справляется со всеми, но не с ним. Ну, там вот была небольшая ошибка, когда Тинни мог насыпать в лицо брестолбеку и подбросить его, соответственно, когда он еще лицом к нему стоял. И брестолбек погиб бы там 100%. Ну, ладно, 99%. Ну, там был вариант, если брестолбек в воздухе развернулся. Вот это все дела. Такое сальто назад? Ну, да, да. И, кстати, очень похоже то, что за брестолбеком бегает, вот видишь, такая штука. Это его сын. Ну, что, подаван. Маленький сын. Совсем маленький сын. Ну, похоже, кстати, они чем-то. Ну, да. Так. Флай. Флай уходит на тизере. За ним нож такой. Ну, и что, пойду дальше давить, наверное. Там Вич-Доктор с Вуду Ресторейшном вторым. Можно немножко попрессовать. Правда, Джалапай немножко подставился. Просел под ударами Виспа. Ну, на самом деле, это ненадолго, я думаю. Ага, привет, Флай. Он в инвизе. Отстань от него. А, ну, тут извините. Кстати, Вольво, 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 пожалуйста. Пожалуйста, весенняя чистка сделайте, чтобы Висп хоть как-то отличался от Фиспа в инвизе. Нашли, кстати, Габлака сейчас. И Габлаку придется потеряться. Ну, он опять тратит ульт в Бристлбэка. Опять... Это скрипт какой-то у Артура запущен, я не знаю. Зачем вообще все это было сделано? Он надеялся, что все ломанутся бить Бристлбэка. Ну, там кулдаун, типа, две минуты. Ну, не знаю. Ладно. Чёрт с ним с кулдауном. Т1 на Т2 размен. Ну, Т2 сейчас очень быстро упадет. Тайсберг тут нормально с руки наваливает. Несмотря на то, что вроде Тини без Агонима. Там Фреон уже вышку забрал, да. И внизу еще тут пушку забрали. Каски. Паник. Дезвард. Паник. Умрется здесь. Закрылся в спрутах с этим Дезвардом. Обнимашки. Обнимку, да. Кстати, сейчас Кентавр может найти здесь Чена. Да, он действительно его находит. Натоптал на него немножко. Ну и... Навес. Хороший навес. Висп с дабл-дэмэджем. Ну, он с дабл-дэмэджем не особо-то отличается от оригинальной модели. Ну да, вообще не отличается. Ну, он такой, как будто его этим свитером натерли, знаешь. Подзарядили немного. Натер мы его висп по свитерам? Ну да, да. Разные фантазии в этот момент просыпаются, Роман. Именно поэтому я вспомнил про свитер. В последнюю очередь представляется Висп с дабл-дэмэджем, скажу честно. Смотри, айсберг еще и миди-вышку пытается поломать. Солянова! Заходит. Где там Висп? Висп недалеко. Ему в лицо вообще-то плюнули айсберг. Такое прощать нельзя. Но он может развернуться, да. Пока просто с блинка уходит. Но там развлекают, потому что фаник начинает на топе развлекаться тоже. Так, а че развлекаться на топе уже Т2 нет? Т3 маловероятно, что его подпустят к ней. А че он черт не шутит? Че он в конспирессе не шутит? Да, у нас тут Тим Спирит пока суммарно по нетворцам 4000 все-таки доведут. И в целом все вот эти вакканалии, которые у нас происходили, они пока идут им в плюс, потому что Квапа почти ничего не фармит. У нее медленно-медленно-медленно подходит Аганим. Бестмастер, ну, чуть быстрее подбирается к Некрачам, но это же все-таки Бестмастер, у него там более-менее простительно. А вот у самих Спиритов денег достаточно много. Там сейчас Орхит у Фанника, в Аганим тоже выходит Тини, половина Аганима будет совсем скоро. У него просто еще блинка и барабаны есть в придачу. Сэнджин Яш вот появляется на Бристлбеке. Да, интересно. Ну, пора бы уже действительно что-то толковое ему собирать, и это вот последний артефакт. Сейчас, наверное, следующим айтемом должна появиться. Можно что-то собрать еще на выживаемость, но не факт, что ему еще надо это. ТП есть, айсберг присыпал, жилопай на вес, и надо бежать, не надо бежать под барабанщиками, уходит с даггера очень. Как тебе Бристлбек с Аганимом? Бристлбек с Аганимом? Вообще он очень миленький. Он реально очень крут. Вот, мне было бы интересно за таким пацаном понаблюдать. Что там говорил про Т3? Вот это маловероятно. Повтори, пожалуйста. Ты мне на ушко скажи. Ну, маловероятно, это означает, Роман, что вероятность... Это вот Т99, да? Это Т99, этот процент сработал. Ребята, на ваших глазах творится история, и срабатывает 1% из маловероятно. Да, 1200 хитпоинтов Аник вышки снес. Просто вот на ровном месте. И тем временем Айсберг также быстренько добирает свой Аганим. Мека сейчас будет учена через 1000. Бристлбек, Бристлбек, Бристлбек. Ну, чтобы он такого себе сильно захотел, и чтобы его так сильно-сильно прям усилило. Ну, не знаю, Аганим мне реально нравится. Может быть, Кримсен Гвард добрать, на самом деле. Кримсен Гвард тоже более-менее. На команду просто, я не знаю. Ну, да, да. Возможно, если сейчас придется бороться со всякими сплит-пушами, то Кераска... Так не надо бороться со сплит-пушами. Нет, вам надо просто зайти и забрать в сторону нормально. Кераса и заставить Квапу собрать дезолятор. Будь мужиком Квапа, собери дезолятор. Ну, такие Квапы когда-то были в тренде. Да-да. В действительности. И я бы не списывал такую Квапу со щитов. Тем более, что Early Game Квапа упустила из-за Intentional Feeder своего. И сейчас вынуждена как-то наверстывать. Да, тут просит Солон пока не анпсеоть. Ну, естественно. Унапсео. Возможно, на греческом что-то написал. Да? Да. Учтем. Я вот тут поглядываю краем глаза в StreamChan в один, там где показывают Dark Souls. И мне кажется, там или это просто Bloodborne, но модельку персонажа поменяли. Там даже мобы те же, понимаешь, в чем вся соль. Роман, аккуратнее сейчас. Опять фанаты набросятся? Да, во-первых, фанаты Dark Souls сидят, а они могут быть с мечами и в доспехах. Не, просто до этого все кричали, что Bloodborne это типа... Dark Souls. Когда вот это, знаешь, отпрыск Dark Souls, а сейчас я, поиграв в Bloodborne, вижу, что кажется наоборот. Потому что прошлые Dark Souls вроде чуть по-другому выглядели. В модные времена это называют ремейками, Роман. Ремейк. Ремейк? Ремейк. Ну... Ну что ты хочешь, на самом деле? Жанр игр, он не бесконечный. То есть, ну, можно много всего придумывать, но в итоге ты все равно будешь постоянно где-то повторяться. Ты постоянно будешь... А, вот это было в предыдущей игре. В GTA все версии угони машину. Не, ну там-то сценарий. Да, да, да. Так и там наверняка сценарий есть. Кстати, вот пятую GTA я прошел, получил искреннее удовольствие. Очень круто. А онлайн? Онлайн я чуть-чуть в ограбление покатал. А онлайн очень крутой, на самом деле. Я знаю, я помню, ты катал там. Ну, можно. Я же на плойке, я же плойкофил. Да, есть у тебя проблемы, конечно. Всех свои недостатки. Ничего, это все лещится со временем. Пересаживаются люди назад, слазают с плойки, Роман. Я не видел, не от этого отходят. Не, ну на плойке тоже релаксово покатать. Если кто вдруг задумывается на этом, стоит ли покупать PlayStation, и вы миллиардер, можете покупать. Но пункт с миллиардером очень важен, потому что игры там сейчас недешевые. Сейчас какой-то миллионер нас смотрит. Ну, блин! А так плойку хотелось! А Романович сказал, что я еще мал. Придется немного поработать еще. Да. Джалопай. Блин, я смотрю на Виверну. Посмотри на счет на табло. И на Виверну. Ну да. На счет на табло. И опять на Виверну. Смотри, ты смотри, на Айсберга сейчас там виз прилетел. Забирает его на Релаките. Это спасение рядового Рейна сейчас было. Иллидан получает булыжник раз. Да, Георгвай. Через 10 секунд будет стан, и может он даже как-то попытается убежать. Нет, 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 нет. Там еще каски на сне. Еще и дезварты, каски. Все на него там поставили. Ой, это месть. Кровная месть. Джалопай должны быть сейчас спруты затыкают ворчидом. Да давай же ставь его в кусты. Вот они кусты. Рор. Пошел неплохой. Снова погибает Габлакову с Некрачей. Не, нормально. Габлачок, Габлачок живет. Живи, Габлачок. Там присыпало только что Бристалбека. Габлачок живет. Слушай, а тут Тинни пришел. И у него опять есть стебл. Ничего, он не побоится им воспользоваться. Замечательная очередная ультимативная от Винтер Виверны. Может Артур забыл, как она работает. Тут хорошо заплевывает также. Некисло пробивает Бэби Найта. Бэби Найт вынужден убегать. 400 хитмойтов остается. Чен тоже убегает. Уже подхила не осталось. Ну а там Висп работает. Висп выхиливает. Ну, на этом как бы все. Если не ошибаюсь. Драка закончена. На самом деле проюзанных способностей было просто миллиона. В итоге размен-то один в один. Ты посмотри. Ты посмотри на этот файт-рекап на мой. Твой неинтересный. Здесь проюзано все, что есть на карте по 2-3 раза. Ну да. Я посмотрю просто 6800 урона, 6500 урона и размен один в один. Даже принт-скрин сделаю, чтобы потом залить. Разменялись один в один. Не потратили ничего. Тинни сейчас поджимают мидл. И это попытка создать для Фаника немножко пространства. Там вот Вебинать сейчас защищается. Но вообще Фаник, если грамотную позицию займет, он может его просто убить через Орхид. Вебинать может банально не быть в состоянии убежать. Но либо вот так, да, получится. Заплюнула Виверна туда подальше. Кстати, да, с линзой. Там нереальный, просто жуткий рейндж какой-то. И ульты вообще всего. Так, что у нас там по деньгам произошло? Вверху шлифанул. Скорее всего, улетит отсюда Висп вместе с Тинни. Да, так и есть. И появляется Гост у Виспа. Фаник уже на нижней линии тут пакостничает. До вышки, смотрю, там еще разочек добрались. Но буквально так поцарапали ее малость. Блинкдаггер у Бристлбека. Вот это первый артефакт, который у меня вызывает сомнения. Уорный вариант, да. Мы, конечно, как комментаторы не особо разбираемся в артефактах, которые необходимо собирать. Но все-таки, когда у тебя есть Некрачи, есть Дезвард, есть Квапа. Не знаю, Кераса мне нравится намного больше. Ну, вообще да, вообще Кераса выглядит очень круто. Просто, блин, понятно, что он по цене несовместим с той же Керасой. Но тебе сейчас не горит никакой артефакт. То есть купи там себе Гиперстоун или Плейт Мэйл. Купи себе Плейт Мэйл, у тебя 8 армора, чувак. В конце концов. Или дособери себе Кримсон Гвард, то есть на эти 2000. Сделай что-нибудь полезное. Курьер, кстати, был очень дорогой. В этом Курьере лежало предметов на 3000. Там вот Кераса Айсберга лежала. То есть вот Айсберг нормально залил сейчас курицу. Ну, Бристлбек. А если бы не Блинг, он бы его не убил. Все, все. А была бы сейчас Кераса Тюни, пошли бы драться на Рошана. Выкусил. Пошли бы драться на Рошана. Выиграли бы драку Team Spirit, выиграли бы игру. Поэтому Даггер перевернул гейм. Ничего жалкие комментаторишки не понимают. Естественно, естественно. Все так и было. В целом шутки шутками, а ведь действительно все может произойти именно так. Но там уже релокейт на топ, и там уже горит база. Там фортификейшн есть. Сейчас придется делать серию ТП. Квапа, Вьюл. Ее сейчас будут присыпать. Ее присыпали, две тычки на вес. Но это пока только эгиды. Накричали на Фанника. Фанника успели подсейвить. Пытаются снести бараки. Не совсем подсейвили. Вот Бебинает пытаются убить. И почти-почти забирают здесь Queen of Pain. Неплохо спамит Виверна. Продолжают здесь разбираться, но... Висп дастини сказали. До свидос. Ну, до свидос они сказали, потому что релокейт, как бы, ты не можешь против него сыграть. Ты не можешь противиться, поэтому извини. Приходится как есть. Прыгает. Успел с Даггера уйти Кентавр. Ну что, айсберг на ботами. Ждет. Все еще ждет Курьера. Который принесет ему Кирасу. Фармить уже Элисан? Да, но тут выбора особо и нет. Бебинает. Скоро Аганимчик. Дерелокейты нового 15 секунд. Есть ГОСТ, кстати, у Виспа, поэтому... Все неплохо. Пытаются закопать. Бебинает уходит с Даггером. Будет ли погоня? Бебинает нет. Уже не догнать. Так, ну и чем у нас тут Бистмастер-то занят? Со своим Даггером третьими Некрами. Да, ничем. Некрак, кстати, даже не проюзный. Они были так на Рошане заюзаны. Сейчас уже откодэшились. Две сто на руках уже у Бристлбека после появления Даггера. Ну, теперь ты Кераску затаришь. Там Аганим у Кентавра. Выход в Аганим в смысле готовится. То есть уже Пойнт Бустер он купил себе. То я как немного поторопился. Аганим. Да, если бы... Вот на Бристлбеке бы Аганим, я бы посмотрел. Отключают Фурена, затыкают. Ну, тут есть чем бороться. Пошел ульт Фурена, а что хотят сделать? Ну, вообще можно, конечно, через Релокейт, который сейчас делает со спину. Моментально сбривают Чена. Минус Чен. Начинают бить Вич Доктора. Минус Вич Доктор. Остается Релок Пайн. Не получается ничего сделать. Виспу или Дан продолжает преследование. Даггер, конечно, не будут тайно скидывать. Там опять попытка забрать Габлака от Кевки. Но... Ну, ладно. Ой, какой замечательный стан подвоим. Эволенч тоже неплохой. Бэйби Найт успевает отпрыгнуть. Возвращается Бристл в драку. Там некрочи, кстати, айсберга оставляют абсолютно без мана. Аккуратно надо быть сплэшом. Тут так и так хватило Бристлбека. В итоге он один остается в живых, но... Да, вообще Фанник там сейчас сразу на нижнюю линию улетает. Будет начинать пушить. Да, получился размен 2 в 4, насколько я понял. Естественно, небольшой плюс по деньгам для Спирит. Небольшой, потому что Бристл очень жестко нафармил. Косарь золота он вывез из этой драки. Если он собирается... А, он башер решил. Вот, вот. Это тогда понятно, к чему у него блинк был. Тогда вопросов нет. То есть это именно атакующий, бьющий с руки Бристлбек. То есть не просто тушка, которая бегает, принимает в себя дэмэдж. Джо Лупай решил, что в его команде не хватает именно дэмэдж-дилера серьезного, не только танка. И вообще он прав, потому что Квапа, ну, откровенно, скажем... Такая себе, такая себе. Да. Не в обиду Квапе, конечно. Конечно. Нет, подожди, ну как Квапа такая себе? Игрок на Квапе такой себе, потому что саму Квапу... Нет, ну Квапа ничего вообще. Да, обижать не хочется. Ладно, ну да. Тут все верно. Так вот, и в итоге на Бристлбека на его плечи ложится вот эта ответственная миссия наносить урон с руки. Затащить эту катку? Да, затащить эту катку в целом. Он изначально вроде неплохо тащил и продолжает держаться там в топе по Нетворсу. Правда, Айсберг уже серьезно вырывается вперед. Он Кирасу себе наконец-то собрал и покупает Игл Сонг. То есть это будет бабочка. Бабочка круто смотрится. И для сокращения дистанции, если что нажимаешь, можно всегда убежать. И для попутных лещей. Ну, как ты убегаешь, можно еще пару раз ветвями махнуть. А этого многим более чем предостаточно. Так, нашли Фаника. Тут же Инвиз. А вот он, Шадоу Блейд. Это, кстати, уже готовый Сильверейдж, по факту. Потому что лежит уже Сэнж. Аккуратнее надо быть Вич Доктором. Сейчас может быть Терелокейт налицо. А там по топу уже подходит. Ты посмотри, они могут сюда прилетать, а фортификейчно-то нет. Нет, это просто минус рейнджовый барак. Засыпали. Соло. Да хватит уже кричать на Габлака. Опять это Виверда встреет. Опять она... Нет, она успевает все-таки спрятаться. Тинь в итоге добивает милишный. Добивает. Да, успевает! Последняя тычка прямо перед отлетом. Тут опять на Бейбинайт он отравил Габлак всех его тиммейтов. И, собственно... Ну, сторону забрали. Это самое важное. Да, в размен на Габлака это нормально. Сторона отъехала. Тинь еще успевает. Там эншентов подфармить. Как раз у нее денег хватает сейчас на Баттерфляй практически. Сильвер-рейдж появляется у Фуриона. Кстати, ну, при таком стиле игры, может быть, даже лучше было тоже собрать дезолятор какой-то? Да нет, это на случай, если вдруг действительно придется подраться. Потому что мы видели, спирит не особо стесняются воевать. Они в предыдущем эпизоде классно нападали в спину вот здесь, на верхней линии. И если бы там у Фуриона был этот Сильвер-рейдж, то Бристалл Бэк... Ой, Бристалл Бэк нашел тут двух парней. Сразу же подрубается Гост. Бристалл продолжает фыркать. Нападение. Виспик, живи! Виспик пытается жить. Но, конечно, тяжело это делать, когда в тебя выгрызается мейнкерри противника. Погонь еще за айсбергом. Пошел Юл. Ставится Спрут Инж, Лопай. Прогрыз себе путь. Но надо бежать сюда айсбергу. Вот здесь секунду будет дайгер, сбивает его моментально. Как же здесь жить-то? Залетает ультфуриона, проходит еще и башня. Начинает плевать ему лицо Соник Вейв на обвес, на Бэби Найта. Пытается уйти отсюда айсберг. Там ножа еще очень много тиков. Хороший орхидт, кстати-кстати. Может быть даже айсберг сможет здесь выжить. Еще и Глиммер. И айсберг убегает. Да, заканчивается действие дайгера. Закричали на Фанника. Пошел. Пошло замедление от Чена. Неужто уйдет? Пошел уходит, Фланикс, Тепаута. Что здесь происходит? В итоге опять один виск погиб. И тот купил себе мекку. Опять в итоге это вакханалия. Погибает только один герой. Но, к счастью, команды... Это еще смешнее будет скриншот. Просто посмотри на этот файт-рекап за одного виспа. Ну, у меня... Это у тебя неправильный файт-рекап. Посмотри на мой файт-рекап. Вот это нормальный файт-рекап. Ну, ладно. Роман, подрасти свой файт-рекап. Твой какой-то... Увеличить файт-рекап? Увеличить файт-рекап, пожалуйста. Он неполноценный. Как бы это обидно не звучало. Хотел сказать, сам ты неполноценный. Ну, ладно. Так, слышу, Клопа там уже... Аганим собрал, уже можно и поотпушивать. Да? С ульты. Скричать лишний раз. Ну, там, правда, уже отпушивать тяжеловато. Там все-таки большие крипчики подходят. Надо тир-2 сейчас в меди забрать спиритом, чтобы можно было начинать уже действительно раскачивать по оставшимся двум направлениям. Виверна такой серый кардинал. На нее постоянно нападают. Ее постоянно убивают и пытаются. Она в итоге без маны, без хп, но в себя впитывает неплохое количество дизейблов. Там тот же бестмастер пытается на нее постоянно обратить внимание. Но! Если этого делать не будут, и Габлак просто даст нормальный там ульт или еще там что-нибудь... О, нормально. Прилетит. Боже, как больно он бьется этой бабочкой, ты просто посмотри. Ему просто пофиг. Он добьет? Да, должен, конечно, добить. Он еще и барак хочет? Ну да. Ты этого идти не видел? Он бы еще команду мог добить. И в этот момент ты думаешь, а... Это точно та игра, в которую мы заходили? Как бы драки не было, бараков тоже не было. Ой-ой, надо максимум дэмэджа выдать, а там порчит, сейчас еще бахнет, тут очень сильно бахает орши. Там с Сильверейджем ударили, побежали по Бристалбайку, в итоге все стало уже очень плохо. Бивера тут тоже сейчас Вич Доктор заковыряет, наверное, да. Это ГГ. Да, действительно, тут уже попахивает Гудгейм, амбисмастер запрыгивает, теряет полстолба просто в момент прыжка. Гем теряют, теряют четверых игроков, Бэйби Найт вновь будет умирать, Орхид замечательный от Паника, и это ГГ скорее всего. Не знаю, ЛС пока ничего не пишут. У них стоит Т2, но Т2 против Тинник это... Ну знаешь, что предыдущая игра, что эта игра, эта шла, правда, там на 12 минут дольше, да, она там уже, считай, почти закончилась, но формат не изменился, мид опять заливают, причем, понимаешь, в первой игре можно было там сказать, типа Инвокер, мог поиграть поосторожней, тут Квапа, она просто, ну, мясо для Тини и для Виспа. Помогите Квапе, вы когда драфт делаете, вы понимаете, что у вас герой в миде будет мертвый постоянно. В чем ваша проблема? Опять на Джилапая нападают, опять. Ну, после байбека, кстати, что ГГ. Да, да, конечно, конечно, гудгейм. Навес Виспа, Кевка, еще буквально пару тычек, да, падает трон, ну что, 2-0, Team Spirit, очень уверенно, да, очень уверенно, тут вообще ничего сказать, 19 минут первая, 30 минут вторая игра, никаких шансов по ходу игры особо и не было у Лондона на конце первой, всегда в какой-то момент Ёжик стал труднопробиваемым, ну, это единственный персонаж, который отметился очень сильно, в 8-3-6, мало умирал, много убивал Чен, вообще не видел Чена, на самом деле, вот эти пару вышек, которые вначале забрались с его помощью, это хорошо, но, а дальше по игре, ведь именно из-за Чена, по сути, Квапатой страдала, потому что не было того самого саппорта, который мог бы у нее портить. Да, то есть, если ты не можешь помочь своему мидеру, то там, я не знаю, либо пойди навреди, попытайся как-то вражескому, либо просто уйди на другую линию, спушь там пару вышек, заставь противника перемещаться, как-то двигаться, а не просто стой, форми в лесу, да, ты там выформивал пару артефактов себе, молодец, ну, там, 7 раз погибал, а потом, когда Тинни уже раскачался, то, как мы уже говорили ранее, почти каждый герой команды LC, он был просто кормом для Тинни. Да, так и получилось. Поздравляем Team Spirit с двумя тысячами долларов. Две карты, два куска. Халявка. За вечер. Серьезная халявка такая.